Новое название для Македонии. Зима посреди весны в американском Колорадо и футбольные бутсы, которые станут музейным экспонатом. Обо всем этом прямо сейчас. Зима посреди весны. Поблизости города Веллингтон в штате Колорадо прошел сильный град. Из-за него часть территории вместе с домами, полями и дорогами покрылась коркой льда. Удивительную картину засняла пилот Джейн Карпентер. За пределами покрытой градом земли весна с зеленеющей травой. По словам Карпентер, она пролетала 25 лет, но никогда не видела ничего подобного. Несмотря на 28-градусную жару, град пролежал на земле несколько дней. Македония внесла новое предложение относительно названия страны для урегулирования спора в переговорах с Грецией. Новый вариант. Республика Иллинденская Македония уже обсудили премьер-министры Македонии и Греции. Окончательное решение подтвердят до июньского саммита лидеров ЕС. Спор о названии продолжается с 1991 года. Времени обретения независимости Македонии. Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции. Бенедикт Камбербич сыграет главную роль в фильме о Брекзит. Картину о референдуме по выходу Британии из Евросоюза планируют показать в марте 2019-го, незадолго до завершения Брекзита. Звезда сериала «Шерлок» исполнит роль лидера общественного движения «Голосуй за выход» Доминика Каменца. Режиссером ленты станет Тоби Хейнс, постановщик нескольких серий «Шерлока» и «Черного зеркала». В египетском зале Британского музея выставили бутсы Мохаммеда Салаха, лучшего нападающего чемпионата Англии и сборной Египта. Поместить обувь египетского футболиста вместе со скульптурами фараонов, саркофагами и папирусом решил хранитель экспозиции древнего Египта Нил Спенсер. Мол, Салах – живой символ современного Египта. Его футбольные бутсы пробудут там до конца месяца. Музей также планирует приобрести и другие объекты, рассказывающие о повседневной жизни в современном Египте. Буйство красок среди респектабельности. Квартиру миссис Пинк в лондонском районе Хакни называют самой яркой в столице Великобритании. Хозяйка жилища, проживающая там с мужем, двумя детьми и тремя котами, заявила, что с детства была фанаткой цвета. В течение нескольких лет она преображала свою трехэтажную квартиру площадью 125 квадратных метров так, чтобы это выглядело праздничным и неординарно. Для миссис Пинк это не только жилье, но и одновременно и творческая лаборатория, и шоу-рум.